В Екатеринбурге в Уральском центре развития дизайна на Платинке проходит очередной фестиваль мастеров Иванда Марья. На одной площадке свои оригинальные работы, выполненные вручную, представляют участники со всей России. Со всеми мастерами можно познакомиться лично, потрогать изделия и приобрести то, что понравится. Посмотреть многообразие изделий, представленных на ярмарке, отправилась и наша съемочная группа. Слово Ольге Аверкиевой. На фестивале представлены тысячи изделий ручной работы из кожи, камня, металла, текстиля, керамики и дерева. Многие из ремесленников участвуют в мероприятии не первый раз, ведь этот проект является отличной возможностью заявить о себе и своем любимом деле. Так, например, почти ни один фестиваль не обходится без чудесных игрушек Марины Пелевиной, шитых из джинсовой ткани. Широкий выбор настоящих уральских сувениров, подносы, посуда, туиски, шкатулки представляют нижнетагильские мастера. Самобытную керамическую продукцию ежегодно привозят из Тольятти. Удивительно красивые цветочные композиции из глины представляют мастера из Челябинска. Хорошо знакома посетителям фестиваля и компания «Солонка из Уфы», которая создает наборы специй и ароматный чай. У нас более 50 видов ароматной соли для еды и более 50 видов чая. Отсюда и название шедевра соли. Все, что мы делаем, это все делается вручную. У нас есть соли для мяса, есть соли универсальные, есть копченая соль, которая коптится на ольхе, у нас есть соли для кофе. Помимо соли мы производим еще чай. Мы купажируем, мы смешиваем чай. И одна из самых уникальных позиций, которые мы делаем, это башкирский костровой. Подобный чай не делает никто. Как отмечает Татьяна, башкирская земля очень богата разнотравьем. И также разнообразны чаи, сделанные производителями из Уфы. Славится башкирия и своим медом. Но и на Урале есть пасеки, где на протяжении нескольких десятков лет трудятся пчеловоды. Я пчеловод в третьем поколении. Продолжаю дело своих предков. Отец мой, родоначальник нашего дела пасеки девятковых, работал главным зоотехником от Свердловской областной пчелоконторы много лет. И курировал Иребитский район и весь Восточный округ по пчеловодству, как ведущий специалист. А до того еще он сам заинтересовался пчеловодством в детском возрасте. Его бабушка, моя прабабушка, занималась пчеловодством, бортевым и улевым в начале 20-х годов. Как рассказал Павел, его бабушку раскулачили в 1937-м, но она все равно продолжала заниматься любимым делом, которое передавалось из поколения в поколение. Сам он занимается пчеловодством уже более 35 лет и на протяжении 10 участвует в фестивале Иванда Марья. А вот изучением своего рода занимается мастер по художественной обработке дерева, приехавшая с Алтая. Я представляю свои деревянные родословные книги, семейные альбомы. Я вижу свою некую миссию, творческие способности реализовывать именно в этой идее укрепления семьи через передачу мудрости прадедов, дедов наших, нашим внукам и правнукам. То есть мы имеем возможность этот мостик прокинуть, соединить через знания, кто был мой дедушка, кто был мой прадедушка. Галина создает удивительные книги, в которых собрана история рода и помогает, подсказывает другим, как составить свое родословное древо и сохранить его для потомков. Родственным душам в семье посвящены картины, которые представляют мастера-художники. Самому маленькому из них 7 лет. Ваня приехал с мамой из Абхазии в Екатеринбург на реабилитацию и смог поучаствовать в фестивале. На картинах Ваня изображает природу. Допустим, у него какие-то сильные впечатления происходят. Мы съездим на водопад или море он видит. Осенний лес мы в поезде ехали, смотрели. И после этого кто хочет это изобразить, на картине нарисовать. И поэтому на своих картинах он рисует море, ангелов рисует, пейзажи разные. Творчество помогает Ване преодолевать свою болезнь и радоваться жизни. К слову сказать, каждый из посетителей фестиваля вне зависимости от возраста может приобщиться к творческому процессу на мастер-классах. Здесь можно научиться прясть на русском веретене, сделать браслет из кожи, смастерить домик из дерева, создать картину из шерсти и многое другое. Мастер-классы проходят ежедневно с 11 до 19 часов. Осенний фестиваль «Иван да Марья» завершится 22 октября.